Хоккейный клуб Тамбов снова встретился с иностранной командой. Это вторая игра тамбовских хоккеистов в высшей хоккейной лиге против соперников из Китайской Народной Республики. Об итогах расскажет Олег Рашков. Тамбов против Пекина. Уже второй раз в своей истории. Волки дома принимают иностранную команду. Посмотрим, чем кончится противостояние подопечных Андрея Лунева и хоккейного клуба КРС ОРГ. Встреча началась неспортивно. Драка на первых минутах и удаление сразу двух игроков. Волки оказываются в меньшинстве. Пропускают на четвертом минуте и, казалось, снова команду ждет повторение субботнего сюжета. Но хищники все-таки показали зубы и под занавес первого периода Тамбов сравнивает счет. Поразивший ворота гостей нападающий Максим Баин прочитал, на чем делает акцент новый иностранный соперник. И почему первый исторический матч был проигран. Не реализовывали моменты, мало боролись. Нам сегодня тренер дал наставление, сказал, что делать. Ну, активно много обыграют, бросают, вертят. Неплохо играют. Выйдя на лед после перерыва, волки были настроены бескомпромиссно. Почуяли кровь и начали давить на слабые места противников. Как итог, две забитые шайбы только в начале второго периода. К концу третьего игрового отрезка наша команда вела в счете 7-1. С таким результатом и завершился матч. Провели хороший матч. В первую очередь по настрою, по самоотдаче, по желанию. Хотели сегодня победить. Нужна была эта победа. Мы провалили прошлую игру. Поговорили с ребятами. Я, скажем честно, рад, что мы были услышаны. Гостям из Пекина Тамбов устроил настоящее ледовое побоище. Это пока самая крупная победа подопечных Андрея Лунева в новом сезоне. Следующий матч Тамбовская команда проведет 28 октября в Караганде. Олег Рожков, Валентин Толстых, Александр Кобзарев. Область новостей. Валентин Толстых, Александр Кобзарев.